Добрый день! Приветствую вас на канале Союза педиатров России. Меня зовут Лазарева Мария Александровна. Я работаю врачом-педиатром в отделении неотложной педиатрии в научном центре здоровья детей. Сегодня мы продолжим с вами разговаривать о симптомах, при которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Так и рвота и диарея. Эти симптомы часто связаны с простыми и известными всем состояниями, которые обуславливают крайне неприятное, но в современных условиях при правильном лечении не жизнеугрожающее состояние. Если ребенка невозможно выпаять специальными растворами, невозможно правильно восполнить потерю, физиологический объем жидкости, который он должен выпивать за сутки, то рвоты и разжиженный стул опасны тем, что могут привести к обезвоживанию или к электролитным нарушениям из-за потери воды и соли. Случается, что разжиженный стул однократно не является серьезной проблемой и серьезной причиной для обращения к врачу. Но если вы наблюдаете его чаще трех-четырех раз в сутки, это повод бить тревогу, особенно если вы заметили первые признаки обезвоживания, такие как уменьшение частоты и объемы мочи и спускания. Если ваш ребенок не мочился более пяти часов, срочно необходимо обратиться к врачу. Если вы обратили внимание на сухость кожи и слизистых, стало меньше слез, слюны, кожа стала непривычно сухой и как бы дряблой, если вы видите выраженное чувство жажды у вашего малыша. Если ребенок отказывается от питья, не хочет пить, несмотря на то, что он сильно обезвожен. Если ребенок перестает мочиться больше пяти часов, если он вялый, капризный, не интересуется игрушками, даже если при этом у него отсутствует температура. Если у малыша западают глаза или родничок, такое бывает редко, но это очень грозный симптом. Если появляется кровь в стуле, даже если при этом нет поноса. Все эти признаки говорят о том, что вам необходимо незаметительно обратиться к врачу. Следующий симптом – сыпь. Сыпи на коже всегда не являются нормой. Если сыпь сопутствует повышению температуры, то это повод для незаменительного обращения к врачу. Есть дети, у которых диагностированы те или иные кожные заболевания, например, атопический додерматит или псориаз. В таких случаях родители обычно уже знают, как вести себя для уменьшения этой сыпи. Но если родители не могут самостоятельно справиться и все меры, которые они предпринимают, неэффективны, это повод обратиться к специалисту. Скорее всего, это будут врачи узкого профиля, терматологи или аллергологи. Но если сыпь появилась впервые, и раньше вы такого никогда не видели, если сыпь не связана с понятными и провоцирующими вам причинами, это повод обратиться к врачу. Далеко не все сыпи являются признаком тяжелой болезни, но четкий диагноз доктора сможет правильно вас сориентировать и правильно назначить лечение и решить проблему. Следующий симптом – симптом боли. Боль всегда симптом тревоги, который организм человека сигнализирует об опасности. Интенсивный и нарастающий болевой симптом всегда является поводом для обращения к врачу. Помните, что если у ребенка режутся зубки, это может быть причиной капризности или раздражительности, но в подавляющем большинстве случаев не вызывает повышение температуры выше 37 градусов и не вызывает сильные боли. Поэтому не стоит списывать появляющие симптомы на прорезывание зубов. Как понять, что вашему ребенку больно? Ребенок плачет и не успокаивается. У ребенка появляется немотивированная возбудимость. Ребенок беспокойный, он не может найти покоя, удобного положения. При таких симптомах нужно незамедлительно обратиться к врачу. Следующий симптом – симптом травмы головы или потери сознания. Очень часто родители обращаются к врачу, только когда травма оставляет следы – гематома или отечность. Если ребенок упал с некоторой высоты, даже если вы не видели этого момента и вы не видели, чем именно он ударился или ударился головой, но вам кажется, что не сильно, не поленитесь, сразу обратитесь к врачу. Не всякая травма головы может пройти бесследно, а главное – вы можете не видеть внутренних повреждений, случившихся при травме. А эпизоды потери сознания, обмекания или судорог всегда являются поводом для безотлагательного обращения к врачу. На сегодня все. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Всего вам доброго!